По данным Организации Объединённых Наций и некоторых университетов, количество природных катастроф и число пострадавших за последние 10-летние резко возрастает. Так, по оценкам Чикагского университета, за период с 1990 года по 1999 год количество пострадавших от природных катастроф составило 2 миллиарда человек, треть человечества. В 2004 году в Юго-Восточной Азии от цунами за один день погибли около 300 тысяч человек. Как видно на данном рисунке, общее число природных катастроф за последние 60 лет увеличилось в 10 раз. Как было отмечено в прошедшем январе 2007 года Всемирном экономическом форуме в Давосе, за 2006 год из 23 угроз, стоящих перед планетой, 15 угроз сильно усугубились. По мнению форума, некоторые из этих угроз способны нанести ущерб мировой экономике в триллион долларов. Вместе с тем эксперты ВЭФ уверены, что мировое сообщество не способно адекватно реагировать на меняющуюся глобальную обстановку. И потому эксперты призывают правительство стран срочно ввести должность министра по предотвращению глобальных угроз. В последние десятилетия научные учреждения, а вслед за ними государственные органы, главным виновником эскалации природных катастроф, считают все возрастающую человеческую деятельность. Так общепринято, что именно человек виноват в таких экологических проблемах, как глобальное потепление из-за парникового эффекта техногенных выбросов в СО2 и расширение озоновых дыр. По этому поводу приняты международные соглашения, направленные на уменьшение техногенной нагрузки на экологию, Киотский и Монреальский протоколы и другие. Однако достаточного научного обоснования эти положения не имеют. Как будет показано ниже, эскалация экологических проблем в действительности связана в наибольшей степени на 90% не с человеческой деятельностью, а с особенностями геологического развития планеты Земля. Ускорение развития. В статье 1975 года мной на основании работ ряда ведущих геологов СССР было впервые установлено, что за последние 3,5 миллиарда лет глобальные геологические циклы, а их было зафиксировано 9, постепенно и закономерно становились все короче. И если первый цикл длился 900 миллионов лет, то последний, девятый, 95 миллионов лет. При этом каждый последующий цикл оказался в среднем в 1,3 раза короче предыдущего. Таким образом обнаружилось ускорение геологического развития Земли с коэффициентом ускорения 1,3. Таким же результатом привел и анализ вулканической деятельности за последние 600 миллионов лет. Как видно на этом рисунке, на этом графике, по данным Сергея Викторовича Белова, опубликовано в 1986 году, Вспышки вулканизма на Земле становятся все чаще, и коэффициент ускорения также равен 1,3. Но кроме этого, как видно на этом данном рисунке, наряду с ускорением отмечается также значительное увеличение масштабов вулканизма. Так, в современную геологическую эпоху масштабы вулканизма в 10 раз выше, чем 600 миллионов лет назад. Дополнительно к этому отметим, что по данным Гроздилова, глобальные циклы осадка накопления также имели ускорение с коэффициентом 1,3. Итак, геологическая деятельность развивается с ускорением от 1,3. Для сравнения отметим, как уже было сказано в первом докладе сегодня, вернее, 23 числа. В той же статье 1975 года было установлено ускорение развития органической жизни с коэффициентом 2,3 и общественной жизнью 3,3. Таким образом, были установлены следующие важнейшие закономерности развития. Первое. Всё в мире развивается с ускорением, и чем выше форма организации материи, тем выше коэффициент ускорения. В целом, если брать от галактической до общественной жизни, коэффициент ускорения развития увеличился в три раза, с 1,1 до 3,3. И второй вывод. Масштабы геологической деятельности во времени увеличиваются. Причины природных катастроф. При выяснении причин усиления природных катастроф рассмотрим две главные. Геологическую, первую, и вторую, техногенную, связанные со всё возрастающей человеческой деятельностью, о чём писал ещё Вернадский. По данным Ходокова, в объёмах выбросов газов, водорода, метана, углекислого газа, радона и других, доля геологических газов составляет 92-98%. Таким образом, на человеческую деятельность приходится всего от 2 до 8% газов. Таким образом, именно геологическая деятельность является главным поставщиком газов в атмосферу. Если мы сопоставим закономерности развития природных катастроф, вот данный рисунок, и показанный перед этим график геологической активности, то увидим их чёткую корреляцию. Геологическая активность и количество природных катастроф растут пропорционально друг к другу и в геометрической прогрессии. Следовательно, главной причиной ускорения и усиления природных катастроф является геологическая деятельность. Геопатогенные, геоактивные зоны. Теперь рассмотрим пространственные закономерности природных катастроф. На этом рисунке проанализированы некоторые крупнейшие тектонические разломные зоны Евразии. Так, как тут его включить? Ой, это... Возьмите. Нет, это... На, вот это. Ну-ка, синие, да, будет. Значит, в первую очередь, это вот этот вот гигантский, так называемый, альпийско-гималайский тектонический шов. Тут развернута, так сказать, эта самая картинка, но вы все это понимаете, потому что поперек было бы уменьшено сильно. Вот, длина его 9,5 тысяч километров и ширина 250 километров. А также три меридиональных рифтовых зоны. Вот, вот одна, вторая, по Красному морю и третья по Персидскому заливу. Их ширина от 100 до 150 километров. К этим зонам приурочена значительная часть землетрясений. Здесь вот показаны треугольниками очаги землетрясений. По данным Фридмана и Кучера, за некоторое время до землетрясений в указанных тектонических зонах происходит интенсивный выброс глубинных газов. Водорода, гелия, метана, радон и других. При этом меняется даже изотопный состав газов. Кроме того, во время такой вспышки активности, тектонические зоны, на дне резко меняются силы тяжести, электромагнитные поля, радиации и другие физические и химические параметры. И человек попадает в другие, чуждые ему условия жизни. Из-за такого резкого изменения условий жизни во время вспышки геологической активности, у всей группы людей, оказавшихся над такой опасной зоной, возникает два тяжелых последствия. Первое. Раковые и сердечно-сосудистые болезни. У жителей в геопатогенных зонах возникают всевозможные болезни. В первую очередь, раковые и сердечно-сосудистые. Впервые важная роль геологических разломов, возникновение этих заболеваний, была установлена в Германии, где в 20-30-х годах прошлого столетия были обнаружены так называемые раковые дома, где люди заболевали раком и умирали. После работы Густава фон Поля о геологических лучах как патогенном факторе, указанные зоны стали называть геопатогенными. Первые в мире и пока единственные карты геопатогенных зон в пределах крупного города составлены под руководством Вячеслава Александровича Рудникова в Калининском районе города Санкт-Петербурга в 1992 году. Повторяю я и пока, ещё единственной в мире такой карты. На этой карте видно, что забоевались раком и другими болезнями над геопатогенными зонами от 3 до 7 раз выше, чем за их пределами. Итак, во время вспышки геологической активности над геопатогенными зонами отмечается резкое увеличение физических болезней людей, оказавшихся в этих зонах. Второе последствие геопатогенного воздействия – психические эпидемии. В результате специальных исследований выяснилось, что кроме физических болезней существуют и другие негативные последствия геологической активности геопатогенных зон. Когда мной было проанализировано размещение мест вооружённых конфликтов в Евразии за последние 60 лет, то выяснилось, что эти вооружённые конфликты приурочены тоже геопатогенным зонам, что можно было видеть вот на этом рисунке. Вот чёрными кружками показаны очаги вооружённых конфликтов. С чем это связано? Очевидно, что кроме воздействия на физическое состояние человеческого организма, вспышка геологической активности в геопатогенных зонах оказывает также мощное негативное воздействие и на психику человека. В результате стресса, в который человек попадает из-за резко изменившихся условий жизни, возникает явление, которое названо психической эпидемией. Нередко вся группа людей, оказавшаяся в геопатогенной зоне во время вспышки её активности, поражается психической эпидемией и теряет в результате стресса те привычки совместной жизни, которые сформировались в обществе столетиями. И там, где раньше люди спокойно договаривались по спорным вопросам, во время психической эпидемии главным аргументом в споре становятся силы и агрессии. Именно такое состояние людей известный этнограф и историк, автор учения о пассионарности Лев Николаевич Гумилёв называл пассионарным перегревом. По этому поводу он писал, что пассионарный перегрев неизбежно приводит к кровопролитию как внутри этноса, так и на границах этносов. Именно такую картину мы видим в Евразии. Здесь около 40 очагов вооружённых конфликтов, то есть большинство за последние 60 лет, привлечены к указанным четырём крупнейшим гепатогенным зонам. Самый крупный из них, который я показывал, альпийско-гималайский тектонический шов протягивается через Альпы, Карпаты, Кавказ, Курдистан, Ирак, Иран, Афганистан, Таджикистан, индийские штаты Джаму и Кашмир, Кампучию, Тибет до Вьетнама. Но это как раз и есть места наиболее отжесточённых вооружённых конфликтов последних 60 лет, гражданских войн и приграничных вооружённых столкновений. Такие же вспышки людской агрессии и вооружённых конфликтов отмечаются и в других гепатогенных зонах Евразии, в трёх других. Достаточно отметить продолжающие уже более 60 лет в районе Красноморской зоны рабо-израильское противопостояние, периодически переходящее вооружённые конфликты. За последние 15 лет от вооружённых конфликтов в мире пострадали более 40 миллионов человек. Итак, важные негативные для людей последствия природных катастроф заключаются в физических и психических эпидемиях, пространственно приуроченных геопатогенным зонам. Общие закономерности природных катастроф. Подводя итог, мы можем сделать заключение. Основными закономерностями природных катастроф являются первое, во времени сокращение в 1,3 раза периодов между последовательными вспышками геологической активности. Второе, в пространстве, приурочность катастрофических вспышек геопатогенным зонам. И третье, общая закономерность, усиление масштабов геологических вспышек. Геологическая активность и климат Земли. В последние десятилетия человеческое общество особое внимание уделяет неблагоприятным изменениям климата и особенно таким, как парниковый эффект и озоновые дыры. При этом главным виновником указанных явлений признаётся человеческое общество. Это послужило причиной принятия Киотского и Монреальского протоколов. В частности, были приняты ограничения по выбросу техногенных газов, углекислого газа и фреонов. Парниковый эффект. Сейчас в научных кругах, средствах массовой информации, в государственных учреждениях принято считать главным виновником глобального потепления человеческое общество, которое путём выбросов газа, в первую очередь углекислого, создаёт в верхних слоях атмосферы парниковый эффект. Считается, что именно этот экран и слои углекислого газа задерживают тепловые потоки, которые поднимаются с поверхности Земли. Отсюда глобальное потепление. Авторов этого утверждения не смущает даже такой очевидный факт, что углекислый газ в два раза тяжелее воздуха. И выбросы этого газа из автомобильных двигателей, из других источников, никак не могут подняться вверх. Этот углекислый газ растекается по поверхности Земли и активно усваивается растениями, которые в результате переработки углекислого газа выделяют кислород. Так что техногенные выбросы углекислого газа никак не могут создать в верхних слоях атмосферы парниковый эффект. Это совершенно очевидно. В действительности же, как убедительно показаны работами Ясаманова и Сорохтина, главнейшую роль в парниковом эффекте играет не выбросы техногенного углекислого газа, а легкий газ метан. Именно потоки метана, в основном из геологических разломов, поднимаясь на высоты в десятки километров, приводят там к образованию углекислого газа в результате окисления под воздействием солнечного излучения. Именно спускающийся с больших высот к Земле слой углекислого газа является главной причиной парникового эффекта. Но возник этот парниковый газ в результате окисления метана геологического происхождения, а не из-за техногенной деятельности людей. Ещё одно общепринятое суждение утверждает, что выбросы техногенных газов, в частности фреонов из фреоновых холодильников, приводят к озоновым дырам, из-за которых вредное для организмов ультрафиолетовое излучение Солнца достигает поверхности Земли. Авторов этого утверждения не смущает тот факт, что самая крупная озоновая дыра обнаружена в районе Антарктиды, где люди и, соответственно, фреоновые холодильники отсутствуют. Как показал Сывороткин, озоновая дыра возникает из-за выбросов из геологических разломов, рифтов, на большие высоты водорода и метана. Из этих рифтов также в атмосферу поступает 10 миллионов тонн природных фреонов, что в тысячу раз больше, чем объёмы выбросов техногенных фреонов. Особенно мощная газовая продувка существует над Антарктидой, где над сближенными рифтовыми зонами потоки глубинных газов суммируются. Поэтому именно над Антарктидой, где человеческая деятельность отсутствует, отмечается наиболее крупная озоновая дыра. Таким образом, главной причиной появления парникового эффекта зоновых дыр и других климатических процессов, негативно влияющих на климат Земли, является всё усиливающаяся геологическая активность, выражающаяся в усилении газовых потоков из недр Земли. Причины газового дыхания Земли. В последние 20 лет в нашем понимании закономерности развития Земли произошли важные изменения. Это связано с разработкой Ларена новой теории возникновения и развития Земли. Согласно этой теории, Земля изначально имела гидридный состав, то есть состояла из соединений металлов, в первую очередь железа, с водородом. И в настоящее время ядро Земли состоит из таких гидридов. Поэтому важнейшим процессом развития Земли является подъём водородных потоков из глубин Земли к её поверхностям. Этот процесс связан с очень высокой проникающей способностью водорода, которая легко проходит сквозь недра планеты и при наличии каналов вырывается в виде мощных струй на дневную поверхность. Главными каналами для водородной дегазации являются глобальные рифтовые разломные зоны. Водородные струи в центральной части России. Как установлено Ларином и Сывороткоем, в результате водородной съёмки в центральной части России потоки водорода фиксируются и за пределами рифтовых зон. Так, этими исследователями установлено, что рядом с городом Сасово Реданской области существует водородный выброс из недр. И, следовательно, тот мощный взрыв, в результате которого пострадала половина домов в городе Сасово в 1991 году, был воздушный взрыв из-за реакции водородной струи с кислородом воздуха. По свидетельствам очевидцев, за 4 часа до взрыва в этом месте стали летать огромные светящиеся шары. Самому взрыву предшествовал мощный нарастающий гул, и потом на город обрушилась ударная волна. Дома стали раскачиваться из стороны в сторону. В домах сонных людей сбрасывалось кровати, осыпая битыми стёклами. Тысяча окон и дверей, также листы из крыш вырвалось корнем. Когда грохот затих, потрясённые люди снова услышали гул, теперь как бы удаляющийся. Водородные аномалии были обнаружены также в Липецкой, Воронежской, Тамбовской и других областях Центральной России, где, по данным Ларина, водородная дегазация в последние 15 лет усиливается. Исследование мониторинга активных зон. В связи с установленным ускорением и усилением геологической активности, необходимо срочно создать специальную службу постоянного наблюдения, мониторинга за геологическими процессами в геоактивных зонах, как глобальных, так и региональных и местных. Для этого, прежде всего, необходимо разработать полный комплекс методов исследований геопатогенных зон. Исследование газовых потоков, гравитации, радиации и других. При этом можно использовать опыт кортирования геопатогенных зон в Санкт-Петербурге, о чём уже рассказывалось, а также методику газовой съёмки, разработанную Фридманом, и методику водородной съёмки Ларина и Сывороткина. Однако далеко не все объективные признаки негативного вдыхания Земли мы пока знаем. Так что здесь предстоит ещё большая исследовательская работа. Возможен ли точный прогноз будущего? Для выяснения пространственного положения геопатогенных зон уже имеются некоторые методы исследования. Но для определения точного времени очередной вспышки ещё нет разработанных методик. Это ещё предстоит сделать. При этом можно будет использовать закономерности ускоренного развития. Поскольку каждый следующий цикл развития в 1,3 раза короче предыдущего цикла, можно рассчитать дату очередной природной катастрофы. Таким образом, использование коэффициента ускорения развития может помочь при решении задач прогнозирования природных катастроф. Как спасать человечество от геологических катастроф? Природным катастрофам, связанным с геологической активностью, предшествует увеличение напряжений в земных недрах. Во время усиления этих напряжений резко увеличиваются газовые потоки. Меняются многие физические и химические параметры. Эти явления, как отмечалось, приводят людей к стрессу и в связи с ним к психическим эпидемиям. После того, как величина напряжения превысит прочность горных пород в недрах, происходит переход от напряжения к механическому перемещению, то есть к землетрясению. Постоянное исследование, мониторинг напряженного состояния в геоактивных зонах позволит зафиксировать время, когда начинается увеличение напряжения в недрах. Это даст возможность, предварительно выселив жителей данного района, заранее спровоцировать микроземлетрясения путем взрыва, путем заканчивания воды в подземные пространства и другими способами. Так, при закачивании воды в нефтяные скважины нередко происходили землетрясения. В Челябинске в 2010 году произошли землетрясения, вызванные взрывами снарядов на военном полигоне. При организованных землетрясениях все люди будут спасены, а масштабы разрушений будут в тысячи раз меньше. Но для этого необходимо достаточно точно на основе мониторинга прогнозировать место и время очередной гепатогенной вспышки. Для этого необходимо разработать полный комплекс исследований для фиксации предвестников катастрофы. Следует отметить, что методы фиксации напряжения уже разработаны. И заключение. Подводя итоги рассмотрению проблемы геологической безопасности, можно отметить следующее. Первое. Ускорение и усиление геологической деятельности, приводящей к увеличению числа и разрушительности природных катастроф, является главной опасностью человеческого сообщества. Число пострадавших людей уже измеряется сотнями миллионов. Второе. Количество жертв и разрушений в грядущих катастрофах будет зависеть от умения человеческого сообщества наладить мониторинг опасных геологических зон и от разработки принципов и методов прогноза места и времени очередной разрушительной вспышки геологической активности. Третье. Точный прогноз создаст возможности для своевременного воздействия на недра в опасных зонах с целью сохранения жизни всех жителей и уменьшения масштабов разрушений. Четвёртное. На основе мониторинга геологических зон могут быть установлены месторождения водорода. Это, как предполагается, новое топливо, которое сменит углеводородное топливо. Благодарю за внимание. Вопросы. Можно сказать, пожалуйста, в первой части вы сказали о том, что имеется прямая связь между геологическими зонами и конфликтами. И с кем? Конфликтами. Да. Значит, ничего не имею против сказать, я задаю только вопрос. А экономические факторы или социальные факторы, какое отношение по вашему к этому имеют? Конфликтам. Конфликтам. Ну, по поводу того, что вооружённые конфликты – это чисто, так сказать, фактура, просто нанесены были. Это данные. Это же не причина, или это причина? Или это подготовка, скажем, допустим? Или спусковой крючок? Значит, причина следующая, на мой взгляд. Значит, причина заключается в том, что перед вот такой катастрофой, когда начинается напряжение в недрах, это происходит за месяц, два, где-то, в общем, за достаточно короткое время происходят такие напряжения. Это приводит к резкому усилению, вот в этой разломной зоне, к резкому усилению газовых потоков, изменению физико-химических условий, радиации и прочее. Значит, это приводит в результате к стрессу, всеобщему стрессу всех людей, попавшим вот в эти совершенно неблагоприятные, непривычные, неблагоприятные условия жизни. И вот там, где именно этот стресс приводит к тому, что там, где люди спокойно, раньше договаривались по спорным вопросам, при вот таком состоянии, значит, ответом на любое, так сказать, возражение является агрессия и сила, которые переходят дальше в вооружённые столкновения. Это как раз то, о чём писал Гумилёв и называл пассионарным перегревом, когда происходит вот такое стрессовое перевозбуждение. Вот. Значит, у этого пассионарного процесса есть ещё одно следствие. Я сейчас из-за недостатка времени об этом не рассказал. Вот. Ну, буквально в двух словах скажу, что вот здесь, на этой карте, вот этими точками, кружочки с точками, показаны очаги возникновения цивилизации. Это снято с карты Гумилёва. Так вот, оказывается, и очаги пассионарности приурочены также к гепатогенным зонам, но находятся не внутри них, где воздействия на человека только негативные, а на определённом расстоянии. То есть это в какой-то мере подтверждает разработки Гумилёва. Он писал, что при абсолютном перевозбуждении вот это возникает агрессия, и в том числе вооружённые, а там, где пассионарность приближается к нулю, люди теряют сопротивляемость, как он писал, воздействию природных явлений и человеческих. Так вот, оказывается, между этим нулём и стопроцентами пассионарности существует уровень, ну, как можно назвать, оптимальный, где активность ещё достаточно высокая. Вот. И это расстояние составляет примерно от границы вот такой вот зоны геопатогенной, и, можно говорить, геоактивной зоны, ну, примерно 100-150 километров. Вот. Так что вот такое разнообразное воздействие вспышек геологической активности. Спасибо. 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 Спасибо.